Боксом занимался. Каким видом? В карты играл. Занимался спортом. Боксом когда-то, борьбой занимался, лёгкой атлетикой. Александр Новиков. Ещё не очень привыкший играть в звезду, выходящий на сцену в цивильных своих трёпанных джинсах и неузнаваемый на улице теми, кто песню его производщика узнаёт с первого аккорда и знает про Новикова, чего только не знает. Диссидент, эмигрант, расстрелян за убийство, сидит за валюту и прочее. Новиков Александр. Из всех нынешних поющих на сцене человек, вероятно, самый яркий, самый спорный и, что уж точно, самый непростой в жизни жизни. Я был студентом, играл когда-то в самодеятельности, потом работал в ресторане музыкантом несколько лет. Песни я писал давно. Ну, как-то в молодости я их стеснялся выдавать за свои. Выдавал то за песни Дольского, но это когда мне 15-16 лет было. Да простит мне Александр, так сказать, мои прегрешения юности. А потом уже где-то к середине 80-х, то есть в 83-84 году, я этим серьезно так уже занялся, и осмелел и начал выдавать за свои. Записал вези меня извозчик, и меня сразу же посадили. За что вас посадили? Посадили меня, в общем-то, конечно, за песни. Но я занимался изготовлением электромузыкальной аппаратуры, делал усилители, колонки под маршал. Маршал, пивы и так далее. Вот они сейчас, кстати, даже живы, эти усилители, и на них еще много где работают. Даже пришлось мне один раз работать на усилителе, который я продал этому Дворцу культуры 10 лет назад. Вот я концерт на нем отработал, это в Алапаевске. Ну вот я занимался этим, значит, ничего там криминального не было, и тогда даже, а сейчас тем более. Это нормальное явление. Делал я их много, я очень много сделал. Усилители и колонок собственными руками. Но вышел альбом вези меня извозчик. Где-то сверху дали указание найти за что и посадить. Дело сфабриковано все, совершенно безмозгло, абсолютно бездарно, сфабриковано даже. Там ослиные уши торчат из-под каждой страницы. Но тем не менее приговор 10 лет, все, 6 лет я отсидел, и вот меня выпустили. Как развивалось ваше творчество, вот в то время, когда вы находились в колонии? Ну, писать мне не давали, конечно. Когда я пришел там, устроили еще до того, как я пришел в колонию, уже знали, что я туда приду. Устроили там администрацию, политуправление, обыск даже не только в колонии, такой повальный шмон, а даже в батальоне охраны. У всех солдат поизымали магнитофоны, чтобы упаси бог там Новиков, не дай бог чего-нибудь не записал. За мной следили первые года два, то есть первый год-то точно, то есть каждый шаг докладывался. Там тихарей за мной было приставлено куча, там упаси бог. Если человека убили, в лагере не такое еще ЧП, но если там ночью кто-то позвонил на вахту и сказал, что Новиков там с гитарой, там они ночью что-то там поют, то по тревоге батальон, собаки. Значит, все, кто есть на службе, и туда, и бывало, что выхватывали меня с этой гитарой и ведут меня в изолятор, следом несут гитару, там куча, значит, прапорщиков. И все. Ну мы, конечно, хохотали над этим. Но это идиотизм. То есть здесь у нас ведь вся система, значит, идиотизм возведен в ранг государственной политики. И вот этот идиотизм, он в таком сконцентрированном виде, значит, проглядывается в колонии, потому что колония – это микромодель нашего государства. Я обязан был сесть, понимаете. Мне ведь когда посадили, мне говорили, ты знаешь, раньше за это расстреливай, тебе очень повезло, но это. И я вот сейчас и вам говорю, вы знаете, мне повезло, меня бы раньше за это расстрелять. Он носит массивный золотой перстень, тяжелый золотой крест, возможно, кое-что посерьезнее в кармане и поигрывает мышцами. Возможно, он кого-то шокирует манерами, золотым ли крестом, текстами ли песенами. Есть, однако, ответ на вопрос, чем же так интересен зрителю сегодня этот артист, не похожий на артиста, сломанный судьбой, искренностью, грубоватой, но прямотой в песнях и в интервью, за которой читается характер, непростой и крепкий. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Поставить человека на место. А Вам приходилось отстаивать честь женщины? Ну, конечно, приходилось. А как это происходило? Ну, опять же, в разных ситуациях по-разному. Ну, как происходило? Прямо, это же надо рассказывать очень долго, географично. Иногда бить приходилось, иногда приходилось, значит, просто человека словесно. Ну, это не показатель, понимаете? то есть борца за справедливость, человек, который отстаивал честь женщины, вот, дескать, он борец за тебя. Это тоже, само собой, разумеющийся факт. Мужчина просто обязан отстаивать честь женщины, которая ему чем-то дорога. Хотя бы потому, что он мужчина. И это вот только хотя бы это и дает ему право называться мужчиной. В карты часто приходилось проигрывать? Да, безусловно. Ну так, если играешь честно, безусловно. Когда-нибудь да проиграешь. А вы всегда играли честно? Нет, не всегда. Нет, не всегда. В отношении людей, которые играли честно, я играл честно. Если люди, я знаю, которые, значит, играют нечестно, то я играю тоже нечестно. Кто, кого. Но это давно было очень. Вам приходилось переживать какое-то чувство к женщине, которое бы вы могли запомнить на всю жизнь? Да, приходилось. Я влюблялся, я, в общем-то, влюбчивый человек. Часто вы влюблялись? Да, часто. Я и сейчас даже иногда влюбляюсь, ну, как сказал Пушкин, любви все возрасты покорны. В этом ничего нет. Лучше влюбляться, чем ненавидеть. Таков Александр Новиков. Мы не хотим делать его героем и розовой акварелью мазать его пантрет. Мы просто взяли интервью у автора-исполнителя Новика. Судите сами, каков он. 37-летний двухметровый гигант из Свердловска. Вернее, из Екатеринбурга поправляет он. Вернее, из Екатеринбурга поправляет он.